Почти 300 миллионов рублей было привлечено на реставрацию зданий объектов культурного наследия с 2017 по 2019 годы. Это помещение, в котором размещается Самарский военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа. Комплекс зданий первой пожарной части, бывший коммерческий клуб, костел, дом губернатора и дом полицейского управления. Все это было сделано благодаря партийному проекту «Историческая память». Еще более масштабные работы запланированы на 2020. Будет проведена реставрация еще 11 исторических зданий. Кроме того, продолжатся работы по установке памятников и мемориальных табличек, субботники, уроки мужества, патриотические акции, помощь ветеранам. Все это с учетом того, что год юбилейный – 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Второй раз будет проводиться диктант победы. Самарская область по количеству площадок заняла второе место среди всех регионов Российской Федерации. И в Самарской области работало более 85 площадок. Общее количество участников – 9184 человека. В копилку исторической памяти можно также внести российско-болгарский фестиваль «Самарское знамя», парад памяти, организацию шефства над ветеранами, мониторинг состояния и приведения в порядок воинских захоронений. В этом году работа в этих направлениях усилится. Планируется также организовать работу по увековечению памяти участников русской партизанской бригады «За Родину», которая воевала на территории Королевства Бельгия. Уже установлены контакты с родственниками и бельгийскими организациями. Поставлена задача по присвоению имен героев войны улицам и школам. Будет проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Этот конкурс будет уже не первый. У нас есть конкурс, который проводит Министерство просвещения Российской Федерации. У нас региональный этап конкурса. Ветеранские организации. Поэтому здесь нам просто нужно будет как-то объединить усилия с тем, чтобы участники этого конкурса, по итогам этого конкурса, мы могли больше определить номинантов по различным категориям. В планах на 2020 год продолжение акции памяти жертв политических репрессий. 60 тысяч самарцев пострадали в те годы. И память о них тоже должна сохраниться в истории, чтобы эти ее страницы больше не повторялись. Олег Зверев, Константин Головин. События.